здравствуйте мои дорогие сегодня бы хотела вам рассказать об аромате который уже на котором уже упоминала и многие мои подписчики и подписчицы дорогие уже приобрели этот аромат или даже были знакомы с этим ароматом в частности этот аромат от лентресси лентресси и в первую очередь я хотела бы вас просто рассказать как я сама познакомилась с этим ароматом и вообще немного истории оказывается это весьма и весьма интересная романтическая история этого парфюмерного это кстати не парфюмерный дом это просто линейка парфюмерная у этого замечательного дома лентресси это фирма парфюмерного товарный знак лентресси который был создан 1949 году так это было давно и они занимались в первую очередь пошивом одежды и также дизайном одежды и только одежда не только женская одежда но также и кожных ремней товаров по дому украшение для дома и этот дом был создан молодым человеком его имя было герберт гален не нашла ли информацию надеюсь он еще все еще жив и здоров ему около 90 лет сейчас должно быть я в принципе даже имя и не смотрела жив он или как будем надеяться что великие и интересные люди живут и по сей день ну что хочется сказать что в первую очередь он был новатором в дизайнерской одежде которая будет доступна для работающих женщин то есть он создавал блузки был дизайнером блузок для работы для офисов и постепенно постепенно он пришел к тому выводу что дорого это качественно это не всегда дорого и он именно что мне нравится и импонирует его направлении что он создавал для наряды и одежду для качественную одежду для обыкновенных женщин для работающих женщин которые не хотели сидеть дома хотели заниматься делом хотели работать на фабриках и хотели и на производстве и при этом хорошо выглядеть также он занимался в последующих годах в 60-70-х годах спортивной одежды чтобы женщины могли заниматься спортом то есть и они были вначале конечно же известны только в америке и на мировой рынок они вышли примерно в 70-х годах и уже они стали известными и взаимодействовать с такими парфюмерами у меня все парфюмерный парфюмер нет это было еще далеко до парфюмерии с ревлон косметическими компаниями как ревлон и и постепенно постепенно он пришел к тому что он стал создавать и оправы для очков и в общем расширять стал свои горизонты и вот кстати хотелось бы добавить что я сказала эта история любви да еще каком же надо сейчас я найду эту информацию в шестьдесят втором году то есть сорок девятом году он создал компанию шестьдесят втором году к нему пришла девушка которая занималась с 10 лет шила своим куклам и занималась дизайнерским пошивом скажем так для своих кукол модели и она так этим увлеклась что это стало вот ее профессией и она ушла уж ушла из дома после школы чтобы поступить куда-либо ее звали линда авард и и вот она попала на манхэттен на манхэттен кстати именно на на манхэттене начался у него бизнес да вот и именно на манхэттене он до сих пор и находится то есть первые показы мод были там устроены и до сих пор по сей день или трессе там и располагается основной офис и что еще хочется добавить что вот это вот девушка молодая пришла гилберту галину на на собеседование и он сказал какую сумму вы хотите получать и она сказала я хотела хотела хотя бы чтобы мне платили 50 долларов в неделю и тогда он сказал если вы готовы работать за 60 долларов то я вас прямой на работу но вот такая вот история интересная так когда девушка запросила минимальную сумму и он я даже дал немножко больше и вот она с тех пор и начала работать со временем она стала ведущим дизайнером этой компании и что удивительно вы знаете представьте не считая были знакомы 60 62 года до 62 года и только в 2000 году вы можете себе представить когда ему было восемьдесят четыре года а ей было 59 лет они поженились то есть линда не была замужем до этого то есть она в пятьдесят девять лет в первый раз замуж вышла вот за этого мужчину скорее всего там была любовь потому что по-другому почему она замуж не выходила я не стала так глубоко изучать эту историю но самое главное что я хотела вам немножко поведать откуда вот элен тресси пошла потому что я не слышала в россии и вот как раз таки ароматами они начали заниматься в 90-х годах у них не такая большая линейка ароматов у них всего 12 ароматов я насчитала и у меня вот один из них почему я купила этот аромат ну во-первых элен да то есть я сама элена то есть и вот так вот я я покупала кстати в магазине мне понравилась одежда элен тресси то есть я вот сколько мерила мне такая фигура ну скажем так сложная да талия узкая и достаточно трудно всегда подобрать брючки да вот именно такие строгие и вот именно о элен тресси я нашла очень хорошую посадку и также блузки я покупала элен тресси и кстати вот я переехал это совсем недавно в канаде то есть я бы не могла себе позволить достаточно дорогие вещи а тут элен тресси достаточно известная фирма я потом уже узнала и то есть у нее достаточно много и вот спортивная одежда и то и все и вот я часто вижу элен тресси элен тресси вот я покупаю блузку и она носится очень хорошо за небольшие деньги там я не помню 15-20 долларов я покупала и знаете когда покупаешь платишь деньги и носишь хорошо и сами наверно знаете девочки носишь вещь носится долго ты получаешь удовольствие особенно когда она и хорошо сидит и ты выглядишь нехорошо ты уже обращаешь внимание и стараешься искать эту же этот этот же бренд для себя чтобы купить еще раз в следующий раз точно такой же ну и вот обращусь к духам они кстати создали эти эти духи начинали с ревлон создавать духи потом постепенно постепенно они уже начали свои ароматы создавать знаете когда я заказала я их не не пробовала нигде я просто их заказала был слепой как скажем так слепая покупка была то есть без без затеста и просто вот я прочитала составы кстати многие девушки я слышала читают говорят что это бесполезно и нет никакого смысла читать зачитывать ноты ароматов я могу с вами согласиться что допустим это не определяющая скажем так точка в решении аромат подойдет не подойдет но когда ты слышишь заявленные ноты ты можешь примерно создать какой-то образ в голове или по памяти какие ароматы то есть присутствуют какие ноты в парфюме присутствуют и тот или иной компонент может тебя оттолкнуть или опять-таки приблизить к твои твой интерес к этому аромату так вот в этом аромате задержится больше 16 нот что интересно он относится к восточным древесным ароматом и заявлен как теплый и обволакивающий аромат вот настолько было явное четкое описание этого парфюма что когда я купила его я влюбилась в него моментально этот аромат у меня уже бутылёк наверно 3 потому что я его покупала и германию тетушке я его отсылала так и кстати не спросила насколько он ей понравился но я уверена что он ей понравился потому что знаете этот аромат как будто тебя что-то из детства он тебя как будто обволакивает вот так вот и не отпускает своего вот этого вот теплого комфортного состояния что я могу сказать здесь есть и цветочные ноты и ланг и ланг роза ландыш даже если он ландыш я вообще здесь не чувствую потому что ландыш он такой достаточно колки такой искристый звучание но вот что-то из бело цветочных ароматов я могу угадать очень кстати гармонично здесь звучит и корица вы можете себе представить корица вот она дана вот именно очень легко и воздушно как-то вот настолько вот как будто совсем вот вот чуть-чуть вот именно столько сколько необходимо этому аромату для придания какого-то вот восточного звучания именно для зимы но он всесезонный всесезонный аромат может быть весной бы я его не стала одевать хотя опять-таки ландыш ландыш это аромат весны и чего-то раскрывающегося и нового и вот совершенно я хочу поближе показать этот бутыльок потому что были вопросы насчет того насколько качественный аромат и вы знаете вопрос еще я услышала аромат парфюм разливался в китае несмотря на то что это американская марка опять-таки вернусь к истории возникновения и компании самой у них их одежда шьется в китае то есть китай это не всегда плохо я понимаю что китай это достаточно но всегда напряжение такое да ну милые мои мы практически всю одежду практически всю бытовую технику используем ну из китая и конечно уже и парфюмерия до дошла до этого но вот здесь вот написано что сделано сделано изготовлено в китае а марка то есть мануфактура то есть она вот и адрес все то есть сделано в сша адрес полностью указан и указано какой состав в аромате и девушка одна мне написала что вот на бутылочки и на коробке не совпадает так вот здесь вот у меня совпадает восемьдесят один семьдесят четыре валь совпал вместе с бутыльку что я скажу о самом бутыльке коробка совершенно обыкновенная но аромат стоит примерно 14 долларов то есть это но это не это не люкс я не знаю это это в принципе но недорогой аромат особенно для такой цены я не призываю вас покупать это но ни в коем случае но если кто-то познакомился я думаю что вы согласитесь со мной что этот аромат но стоит того чтобы хотя бы познакомиться особенно если в принципе мы стремимся к именно к знакомству с интересным ароматом с интересным звучанием так вот этот аромат достаточно долго звучит он прекрасен и ну не знаю мне он нравится если у вас возникнет интерес к нему пожалуйста знакомьтесь я буду признательна вам если вы ответите мне и напишите пару слов о ваших впечатлениях об аромате что касается самого бутылька он достаточно такой знаете он он не то что не прозрачный он как будто бы такой шероховатый но у меня все три бутылочки были такие сказать что бутыльки отличаются друг от друга нет кстати на самом бутыльке еще написано цифра 9 9 или 6 но непонятно если так смотреть то 6 то есть если смотреть как а то есть что написано на бутыльке но ничего всегда написано что это сша написан адрес и только вот на коробочке написано что мы едем чайна то есть но я не знаю аромат никак не меняется точно такой же такое же исполнение вот ну вот так вот еще потом я засниму видео но это давайте следующий раз потом не буду я сейчас пока говорить но в общем есть у меня некоторые идеи еще о съемке таких недорогих ароматов напишите мне пожалуйста если у вас интерес к тому чтобы я с вами делилась какими-то недорогими ароматами которые заслуживают с моей точки зрения внимание мои хорошие я желаю вам теплой скорейшей весны теплого февраля не очень вьюжного чтобы не болели кушайте побольше витаминов фруктов овощей по возможности салатики делайте не болейте одевайтесь тепло и до новых встреч мои хорошие пока пока надеюсь вам было интересно